привет ребята оффлайн флай в эфире сегодня решил записать третью часть видео по уберу о том как работает и вообще что зарабатывается потому что последнее время но наверное многие обрушили критику на данный сервис по привлечению клиентов и привлечению водителей по и поэтому вот я решил записать показать что я зарабатываю в убери первые два видео вы могли видеть моем канале там я рассказывал про доход это было в районе октября ноября месяца сейчас конечно доходы упали потому что тогда и шла конкретные конкретные что привлечение клиентов но сейчас эти цены как на поездки так и на оплату изменились изменились ну существенно и немногие ушли потому что одно время было вообще столько машин что можно зайти было в каждый двор увидеть там работника убера который стоял и ждал заказов их столько было много что ну просто заказы забирались постоянно то есть там можно было из соседнего подъезда забирать людей сейчас же все поменялось и давайте перейдем к тому что я вам покажу что я зарабатываю буду я использовать программу рефлектора у меня не зарегистрирован прошу не обращать внимание на это давайте перейдем в мою партнерскую программу которую я соответственно которая работа на этой неделе я не делал поездок на прошлой неделе я совершил 101 поездку тем самым я заработал девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят три рубля давайте посмотрим поподробнее что было в этих девятнадцать тысяч семьсот пятьдесят три рубля но там с чем и может наберется до двадцатки потому что налички было довольно таки мало и вот со всем этим делом накопилось на двадцатка то что ну налички действительно мало по будням вообще почти не но 4 800 до 4 800 налички из-за них по тарифам идет пятнадцать тысяч шестнадцать тысяч там минус плата плюс пик ночи процентов может 10 набралось 5 вот что 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 до заработка видите сорок четыре часа пятьдесят семь минут я был в сети сто одна поездка выполнены и банковские депозиты меча составляет 14 908 ну то есть это то что мне придет на карточку но там еще минус пять процентов забирает у меня партнер так как я оформлен не п что по дням и работал в понедельник 13 поездок 6 800 не смотрите тут вот этот бонус пять с половиной тысяч как промо акция доплата идет убера во вторник 11 поездок полторы тысячи рублей в среду 20 поезда 2 600 и в пятницу в четверг я не работал потому что у нас городе выпал снег невозможно было ездить я был на лете заказа было море а там тарифы вообще зашкаливали там по 33 по 32 пике были но вот я не ездил потому что летняя резина куда я поеду вот пятницу все расставило я начал работать вышел 12 12 вышел пятница день веселый потому что ездит после работы люди отдыхать его 12 часов 13 часов без четырех минут я был онлайн я работал то есть вот видим пике было аннулировано в один человек не вышел то есть вот я с 12 20 поехал 70 рублей шестья двести вот 12 21 заказ и последний заказ я уже в час сорок три принял его совсем недалеко от дома был и завершил свою работу это что касается самого такого продуктивного дня и субботу 25 поездок тоже 44 тысячи на этом до далекие поездочки ездил я хотел быстрее накрутить но вот первые две может еще такие нормальные но вот позволяли мне быстро рассчитывать но вот поездка в зеленый город по трассе я прокатился и прокатился 24 километра но не намного кстати больше чем этом доехал бы из центра до автозавода до какого-нибудь но оттуда конечно заказов не поймаешь не пришлось еще холостой возвращаться в город верхней печоры это где-то в районе ну 20 ну может не 20 может 15 10 точно вот пока я ехал там еще заказа отменял принимали отменяли пассажиры потом я принял заказ там женщины было ехать надо женщина ехать с километров а там перед мегой пробка была я и позвонил сказал что я буду очень долго ехать и заказ я отменю вот ну и субботу тоже обычный день 12 я вышел а я про него уже рассказал так что касается поездок то поездки да не принципе нормальные за исключением того что очень неприятно ездить на заказы по 5 по 6 по 7 километров вот то есть сейчас такие поездки которых ты просто ездишь на 5 километров 4 километра 3 километра нет конечно есть такие поездки когда вот они буквально соседнем там дворе или там в том же домик у которого ты едешь но это заметно реже стало потому что но машин очень мало стало после того как ноги ушли и вот приходится холостой пробег ну вот контингент конечно намного лучше чем везет еще где-то вот поэтому но мне приятно ездить с убером то сейчас видим пик давайте приблизим от 1 и 6 сейчас центре города но и видим то что это не сам да что касается по промо акциям текущим нижний новгороди это вот 20 поездок тысячи рублей нужно сделать что вам доплатили 100 поездок 5 тысяч рублей при условии того что вы примете 80 процентов заказов и выполните 60 процентов соответственно так вы получите на прошлой неделе я совершал 100 поездок 40 часов но до этого я постоянно делал по 20 поездок вообще уберу не но не мой доход просто так сказать не моя работа которая хочу работать так в виде подработки иногда я катаюсь потому что 9 часов в районе 4 тысяч рублей выполнив 20 поездок это довольно таки хорошо а на прошлой неделе просто машину мне надо было починить и вот тут пришлось поработать конкретно вот 25 язык я выполнял где-то в районе 4 тысяч рублей зарабатывал грязью там минус 500 рублей бензин максимум 9 часов работы 20 поездок принципе ну стабильно есть не знаю где заработал больше везет тоже принципе нормально можно сказать конторы но там контингент немножко другой плюс нету какой-то мотивации работать то есть здесь у вас конкретной мотивации если вы поставили себе цель сделать 20 поезда будет 20 поездок кататься до момента пока не накатайте если вы будете кататься 100 поездок поставили цели вы будете кататься потому что после того как вы съездите 20 и дальше будете кататься вы уже понимаете то что зачем я ездить тогда ездил эти 20 если не хочу получить пять с половиной тысяч вот такая вот мотивация была у меня то есть not тут я мало зарабатывал тут друга немножко про максы было и тут мне еще бонус за привлечение водителя вот поэтому не знаю выбери как 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 по мне можно зарабатывать можно зарабатывать даже больше чем в яндекс такси в такси везет еще что-то каких-то других не знаю сатурн что что вашем городе вот плюс удобное приложение которое но мне на айфоне очень нравится потому что ты можешь принять ты принимаешь заказ первых видишь сколько до него ехать во вторых ты можешь после принятия его как бы отменить можешь его можешь сразу позвонить клиенту одной кнопкой можешь нажать навигации тебя сразу отправят тебе сразу откроет яндекс навигатор или какую программу которую ты там выбрал по умолчанию и отправить тебя сразу на точку то есть но это удобно потому что в такси везет такого нету то есть там нужно смотреть адрес и смотришь адрес ты подъезжаешь точнее ты даже не приезжаешь ты сначала вбиваешь это вручную навигатор потом едешь смотришь ну там подъезд видно это плюс вот ты подъезжаешь нажимаешь подъехал и там автоответчик у тебя прозванивает клиента сам и ты как бы сказать он выходит да а тут ты ну не автоответчик то есть за тебя деньги за это не списывать везет это вот что-то в район 30 рублей что-то в сутки вот то в убери ты сам позвонил спросил какой подъезд пообщался с человеком он сразу выходит многие не звонят я принял такую тему что я всегда звоню потому что но смысла нету не звонить потому что не некоторых не приходит оповещание некоторые просто не видят эти оповещания ну или некоторые просто забивай поэтому я когда подъезжаю сюда подъехал позвонил спросил какой подъезд несколько до час выходим или там я уже вышел вы где там подъедете сюда подъедете туда вот это удобно промо акции постоянные в принципе сейчас вот как видите время 1540 то есть но еще не очень такое время с работы ехать все только наверно собираются ехать но вот целый день я вот смотрел сегодня целый день пике то есть вот такие но сейчас промо акции нету стоплан почему с этой неделе видимо совсем отменили вот вижу только что вот сейчас гарантированный пик будет 1 и 3 с 16 по 17 часов то есть 4 до 5 будет еще 1 и 3 тарифы но он не выгоден он он выгоден тогда когда нету красных зон то есть потому что если вы будете как бы вести с на пикам который клиенты создаются тут красная зона до вас будет например 14 то убер будет забирать 25 процентов комиссии своей от поездки с 1 и 4 то есть условно говоря так бы клиент заплатил с нулем 100 рублей но так как пик идет клиентский оплате 140 и у вас забирают 25 процентов от 140 рублей если же клиент платит по стандартному тарифу 100 рублей у вас забирают от 100 рублей 25 процентов 25 рублей и возвращают вам 30 процентов так как не грузит так как пик будет вот 16 например до 17 1 и 3 то есть ну выгоднее то есть даже если 16 до 17 будет каких-то районах и к 1 и 3 клиентский это будет невыгодно потому как как и пассажиру он бы заплатит больше так и водителю потому что с водителя возьмутся 1 и 3 25 процентов ничего не добавляя если клиент заплатил стандартную стоимость 100 рублей условно и водитель его отвез у водителя забрали 25 процентов то есть 25 рублей и вернули ему 30 соответственно 30 рублей ну 5 рублей в плюсе от того что как сказать то что убирая и так уже взял с клиента на 5 рублей они вам так сказать своих отдают вот это получается вы ездите без какой-либо платы без какой-либо комиссии да ну и плюс например 20 поездок вы сделали вы понимаете то что я еще 1000 рублей получу это где-то 50 рублей на поездку в принципе нормальная тема нормальный доход вот ну я уже прошло своих видео давала свою ссылку на регистрацию сдам ее сейчас если вы хотите если вы хотите зарегистрируется в убера вот можете вот этот пригласительный код использовать ссылка на него будет в описании вот да я с ним по заработаю 6000 рублей просто того что выполните 70 поездок и эта ссылка подходит для любого города где есть убер то есть если захотите подработать может у вас будут какие-то другие промо акции они тоже в принципе выгоднее наверное чем большинство такси потому что сейчас монополии в такси нету ну и никогда наверное не было но такие фирмы как везет они есть пытались всегда искусственно создавать тем что они создавали там на разные с на разных людей много разных такси делали вид что такси очень много и ребят которые хотели сделать свою таксомоторную такую предприятие да они сливались просто из того что а чего у нас такси много зачем а у них часто такая ситуация что давайте везет в приложении у них очень много заказов непосредственно у них очень много заказов с разных такси идет то есть вот можно зайти на ленина да то есть мы смотрим так сейчас вот найдем от корпоративный вот пятерка вот это вот пятерка в скобках это вот что-то другое потому что они пишут номера уже там то есть у них здесь есть какой-то так силает несет этот номер 5 а что это за 5 это уже не такси везет это уже другой тариф уже дешевый но мы видим да то есть что 95 рублей может конечно недалеко ехать но 95 рублей минус то что вы там еще еще в 300 рублей заплатите за непосредственно подписку на безлимит либо 15 процентов вас по забирают до 110 рублей а после 110 по вам еще больше забирают не помню то получается выгоднее супер им потому что вы можете попасть на такое что у вас вообще комиссии у вас не будут брать за поездки и плюс вам еще доплатит бонус это тоже хорошая история в яндекс такси я ездил недавно миза забезла мне женщина она сказала то что у яндекс такси и партнеры забирают яндекс забирает 10 процентов и плюс еще 10 процентов забирает партнер вот лично и и то есть у них нет никаких доплат у них есть доплата одна только на поездки ниже 120 рублей то есть все что ниже 120 рублей они вам округляют до 120 рублей соответственно не знаю так себе история да а тут не неплохой такой бонус даже в 1000 рублей за 20 поездок за 9 часов работы три с половиной тысячи рублей заработать думаю неплохо ссылка на приглашение в убер будет в описании ролика снизу после того как вы захотите зарегистрироваться вам предложат пройти регистрацию водителя здесь принципе все легко выставляете имя фамилию электронную почту телефон пароль ставите свой город если хотите можете там сразу после создания личного кабинета сразу закинуть документы чтобы потом когда вы придете в офис убера когда вас пригласят чтобы ну не было вот этого время у вас нет ни мало заполнения сфотографирование ваших документов то есть вы можете сразу прикрепить там нужно паспорт там нужно свидетельство о регистрации транспортного средства и соответственно страховка все больше от вас ниже ничего вам не требуется насколько я помню потом вам все скажут выберите как вы хотите работать как индивидуальный предприниматель или через партнеры предложат вам партнеры вы подпишите договоры в принципе сразу же можете приступать к работе системе uber вот на этом все наверное закончу если есть какие то вопросы задавайте в комментариях с вами был канал файм файм подписывайтесь на канал до скорого пока